Итак, друзья, привет! Сегодня встречал человека, который переезжает в Ярославль с Дальнего Востока, с комсомольства на Амуре. И ездили смотреть квартиру, принимать новостройку в Полесье, в Соловском районе. Мне интересно было услышать мнение приезжего человека о Ярославле. Были, значит, у меня по видео комментарии не совсем радужные о людях, о населении, о ярославцах, что они вот грубоватые. И в первую очередь хотел этот вопрос задать и спросить мнение. Был очень приятно удивлен услышанным ответом, что все-таки ярославцы, они приятные люди. Конечно, все зависит от того, где ты находишься, в какой области, в каком районе. Разные бывают люди. Как говорят, нет плохих наций, есть плохие люди. Также, наверное, и о ярославцах. Ну, очень приятно, что человек, к счастью, встречался только с положительными людьми в Ярославле. Спросил основные там плюсы и минусы, которые есть в Ярославле. Минусы, так назвали. Ну, наверное, я даже, может, и сильно пересказывать не буду. Я просто записанный материал приложу, и вы послушаете. В двух словах человек советует переезжать в Ярославль. Неплохой город. Есть небольшие минусы, небольшие плюсы. Ну, наверное, все. Посмотрите, послушайте мнение человека, что он рассказывает. Возможно, кто-то что-то услышит полезное для себя. Всем пока! Он поможет пойти к Антону сама. Вы-то в Ярославле до этого были? Были. Надолго приезжали? На две недели. Это как в прошлом году, да? А, да, в ноябре. Давайте я вам помогу. А между чем и чем выбирали? Ну, имеется в виду городами какими? Ой, было все очень непонятно. С этим коронавирусом какая-то пошла депрессия. И, ну, наверное, тут в это время намного что-то. И вот... Ну, вот Ярославль у вас появился как? Просто знакомый сюда, может, переехали? Нет, мы накануне за год по Золотому кольцу проезжали. С мужем, да, проехали. Все так мило, по-деревенски. И думаю, вот, может быть, здесь ставите. Вот именно такая деревенька. Для молодежи, конечно, нет. А вот для нас в самый раз и локация, то есть дом в этом возрасте уже страшновато, потому что... Да, ответственность там вообще... Да, потому что у нас вот есть дача, и это... Каждая весна там что-то разрушается, да? Да, надо вкладываться. Ну, да, здесь как бы и вложение, еще и здоровье. Мы уже тоже уже 60, уже 2, и то есть... И хотелось и на природе, и не свой дом. И я это еще увидела, отдыхая летом, вот, увидела этот дом, что прямо из окон будет у меня лес видеть. А вы его увидели как, то есть проезжали, или вы имеете в виду, видели на видео? И вот я понимаю, то есть потом здесь у меня Лена, риэлтор, возила-возила-возила, он был уже крайний. Мне ничего не нравится. Мы жили на Лисицыно, вроде бы, ну, нам это не по деньгам, если честно. И вот эта вот стена внутри, мы утром вставали, четвертый этаж, и окна, значит, в пол, да? А я вижу стену, и ни небо не видно, ничего, что-то так это жутко. Вот я поняла, что я не хочу, то есть я не хочу в таких стенах встариться. Да, 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 хочется пространства. Да, и все, и для меня это было вот... А приехав уже, и подружка тоже загорелась. Вот мы... Понятно. До последнего еще что, может быть, будем жить, не будем. Вот это вот... Депрессию надо было какой-то выплеснуть. Вот мы ее выплеснули. Понятно, понятно. Вот я вот читаю, некоторые комментарии попадаются, люди пишут про жителей Ярославля, что они грубоватые. Вот, как вам со стороны кажется? Ой, я добрее людей не видела. Кафета-ангелы, мы с мужем вообще... У меня еще муж говорит, Наташа, это твой город. Ага. Потому что я вообще не могу грубой дотерпеть. То есть я сразу сжимаюсь, заикаться начинаю. Для меня это прям... А здесь какие-то... Я не знаю. Наверное, сам человек груб... Ну, тут еще кому как повезет, наверное. Где ты остановился? Вот можно сказать, в Ярославле одни наркоманы. Ну, правильно, если ты поселился около там пятерки, где торгуют наркотиками, то у тебя будет впечатление, что в Ярославле одни наркоманы. Ну, это так же, как и Москва, куча районов. И Питер, куча районов. И вот наш город, где я живу, куча районов. Но если... А зачем мне там... Ну, я не знаю, конечно, у кого там называется там... Ну, там район, допустим, Добрагина, там его там вся... Ну, молодежь дохвалит. Это вот не мой вариант. То есть вот эти вот коробки десятиэтажные... Каменные джунгли, да? Это не мой вариант. Вообще не мой. Мы в городе живем прямо в центре, в Сталинке, да? То есть где все красиво. Красивый, да, район у нас. Угу. Самый. Вот. Поэтому центр я нажилась. Я 35 лет живу в центре. И с дачи не хочу ехать домой. Угу. Значит, что? Значит, надо туда, где природа. Ну, вот центр подойдет. Вот я вот в центре живу, потому что дети маленькие. Ну, в одежде, конечно. Да, 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 сад, школа, там, спортивные секции, там, работа, там и так далее. Я даже больше хочу сказать. Я специально переезжала в тот айон, где у нас 45-й гимназий. То есть лучшая гимназия в городе. Чтобы это была локация ребенку в школу ходить. Чтобы был рядом бассейн, чтобы были все кружки, чтобы все-все-все. Конечно. А сейчас мы уже думаем о Сибири. Конечно, конечно. Вот я бабушке тоже выбирал. Ну, наперекот. Там, по сути, дом взяли с газовым отоплением. Очень удобно. Вот в центре там отопление центральное. Цены, конечно, космические. И если с газовым котлом, ты хотя бы не переживаешь, что у тебя там платежка по квартплате будет большая. Очень удобно с котлом. Дешево. Ну, мы еще никогда не жили с котлом, не знаю. Но у нас отопление очень дорогое на Дальнем Востоке. Очень. Поэтому вот так вот, как европейцы, летом, допустим, там, ну, дачку какую-то, да, здесь, допустим, да, прикупить. И летом быть здесь, там, в театры выезжать, да, в Москву к дочери. А, допустим, на 5-6 месяцев выезжать из этого города в зиму. У нас там, ну, очень дорогое все. То есть, я же не пущу, да, в квартиру. А здесь, по минимуму, да, поставила, и я поехала спокойно. Да, да, тут-то у нас с газовым котлом удобно. Зимовать, конечно, у вас это таскат. Я просто, когда я за стройкой следила, у нас на 2 часа, ну, дня больше. У вас здесь очень рано темнеет, это просто очень рано. Солнца нет. Да, серо, серо. То есть, я просто, ну... Дочка вообще, говорит, я в Москве, там, депрессия какая-то, говорит, это просто, говорит... А как в Питере там еще больше? Ну, вот, я не наблюдала, то есть, я не строилась, да, в Питере, а здесь, как бы, это же стройка-то, она у меня онлайн, да, то есть, я это вижу. Не хватает солнечных дней, да, вот это солнце. Нет, ну, как европейцы выезжать на 5 месяцев, тот же Кисловодск, если сейчас уже границы закрыты, там, та же Турция, выехал... Вот это встан на месяц. Вот и... и зима прошла, и весело. А что-нибудь вот такое отрицательные, какие-то моменты, посетив Ярославль, отложились? Ах, много. Это... дороги не чистят в центре, вот это вот сейчас, вот я вышла из отеля, центр города, это что такое? Это что такое, почему не чистят? Вообще, вот у нас, вот для каждого офиса человек обязан выйти и свою территорию почистить. У нас просто идешь, 40 градусов мороза, плюс один, у нас не асфальт, у нас везде брусчатка. У нас вот, кто к нам приезжает в город, у нас европейский город, у нас его патрулищи Петерцы. Это у нас какой город? Комсомольс-Намбуре. То есть, а он какой-то сказочный курорт. Ну, просто локация далеко, то есть, точка в Бакле, и скоро будет, наверное, же внуки, да, то есть она... И получается, надо сейчас-то переезжать, а не когда будет уже душар отрываться. Ну, даже, может быть, и не переезжать, пока будем на два города, но главное, чтобы построить. Там уже, как дело уже такое. И чтоб не было, как головной бою, вот, чтоб мы вас там пригласили. А так, вот, это первое, что дороги не строят. А, вот, еще, значит, до дороги не строят. Дом, значит, встают, а получается, что дороги нет. Да, вот это большая, конечно, проблема. Хочу сейчас вот с вами, значит, да, посоветоваться. Я хочу с Антоном поговорить, чтобы... У него же все-таки все телефоны есть, все живут, и у него там еще много не продано до квартир. То есть, вот, вообще-то вот у вас это практикуется. Допустим, я высчитала, сколько стоит, допустим, километр дороги, да, построить. Нам всем сложится, и кто до нас, до улицы авиаторов, и, в общем-то... Самим, да? Конечно. Ну, это... Это не те деньги, вообще-то... Это все зависит от того, чей земельный участок, на... на чем балансе он расположен. То есть, если это частная собственность, то надо вести переговоры с... А там, может быть, частная собственность дорога? А мы же не знаем. Все, все что угодно. То есть, это мы едем, и для нас она кажется дорогой. А если мы откроем кадастровую публичную карту, то мы увидим, что это вовсе не дорога. Поэтому тут... А как это узнать? Вот есть сайт, называется «Публичная кадастровая карта». Мы вот вбиваем, открываем, находим вот этот участок, который нас интересует, щелкаем на него мышкой, и там читаем, что это такое. Кому относятся? Ну вот, вы еще мне... А минусы, да? А вот, дороги это самое важное, да? И вот, что очень мало брусчатки в центре. Все равно, когда ты идешь, значит, асфальт он же там, правда, да? А вообще, во всех городах уже везде идет брусчаточка, вот, ну, я не знаю, вот мы на Лисицыно жили, да, идем по городу, такой город, да, красивый. А вот это вот, идешь, и чтобы куда-нибудь не упасть, да? Да, автобусы старые. Мы все ездили на такси, а тут решили, я говорю, давай поедем на автобусе. А он, говорю, а куда? Да просто на любой маршрут, говорю, уже сядем, да поедем, на людей же посмотрим, да, вообще. Да, 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 в гору, да? Да, какие автобусы старые. Боже мой, такой вообще, у нас весь новый автопарк. Вообще-таки у нас автобусы прям-таки все-таки новенькие, прям-таки здесь вот это, конечно, вот. Что у меня, допустим, сюда, это у вас очень красивая природа. На Дане, в Востоке, тайга непролазная и медведи. Ого. У нас, значит, дача на Пиване, так называется, такой район, который, ну, там растет все. Вот у меня арбузы, дыни, персики, бекосы. Ого, вот это да. Это такой район, где, да, вот очень-очень похож, очень похож район, вот где-то у нас дача, на Кипово. Вот я хотел спросить, вы, когда выбирали Ярославль, не рассматривали более теплые регионы? Нет. Нет? То есть для вас климат Ярославля устраивает? Угу. А вот тем, кто вот думает переезжать там с Востока, Дальнего или с Севера про Ярославль, что бы вы сказали? Советовали, не советовали бы? Советовала бы. Советовали бы. Вот основные там, может быть, пять плюсов, пять минусов бы, какие назвали про Ярославль? Начнем с минусов, чтобы закончить уже плюсами. Минусы дороги, минусы транспорт... Так, я на паузу поставлю, там пока взять. Так, дороги. Дороги, местный транспорт, автобусы... Их состояние, да, как мы уплачили? Да, их состояние. Пять, возможно, не наберется. Ага. Я больше ничего не увидела. А, нет, еще, еще увидела. Застройка. Нет, чтобы локализовалась, допустим, застройка, новые дома, частный сектор, старый сектор, старые застройки, допустим, до Хрущевки, там, девятиэтажки старые. Здесь возле Хрущевок могут поставить дорогое жилье, которое очень дорого стоит, ну, из окна у меня будет видна Хрущевка. Не пойми что. Да, или какой-то жилой комплекс, да, красивый, а рядом будут старые ветхие деревянные дома, которые очень неприятные, да, из окна у меня. Да, точная застройка такая, не совсем адекватная. Ну, в общем-то, вот и все. Из плюсов люди очень понравились, очень внимательные, проезжая в автобусе, задав вопрос, ответ был очень практически от каждого, кто был в автобусе. Они все в наш разговор сразу и вот помогали. Да, я будто бы где-то в Питере. То есть люди такие вот прям все приветливые. Вот. Много храмов, что мне тоже очень важно. Вот. Самая важная природа леса. Вот. Есть театр. И не один там еще такие маленькие театры. Рядом локационные, это все-таки Москва. Вот. Где два ЖД вокзала, можно оттуда оттуда уехать. Сам центр Ярославля, архитектура, благоустройство. Очень нравится. Очень нравится. То есть приятно, да, находиться, ходить, вот на окружение вот это все смотреть. Еще вот что. Я из Красноярска вообще, да, и у нас центральная улица уже много лет, она не проезжая. То есть ее сделали брусчатку, и гости города, и местные жители лошади, и карета. То есть тоже город с историей, и поэтому я еще девочкой, вот мы в центре, там, после ночного клуба можем выйти, идти, гулять. То есть вот, вот очень похоже на центральную, вашу улицу, вот наш Красноярска. Перекликается, да? Да. Но там все ухоженность, где брусчаточка, везде, вот опять же, до минус, ну, это все, это все дорога, вот, да. Вот. То есть здесь вот это вот как эта неухоженность, это, знаете, как вот зайти в квартиру Сталинку, можно зайти, где сделан ремонт, поменены трубы, просто я живу Сталинки, поэтому я это могу сказать. Ты зайдешь в одну квартиру, будто бы ты зашел в какую-то прям красоту, а в другую ты зайдешь, это же планировка, но безобразие. И вот как раз здесь этот город, вот, между безобразием и вторым. Ага, где-то посередине, да? Да, 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 да. Еще бы немножечко и довести бы его до идеала. Да, да. Все понятно. Так, вот, двухкомнатная квартира, вот такая планировка, коридор, значит, справа санузел, душевая, ну, ванная, она, конечно, маленькая, со стиральной машиной проблемы, но есть такие стиральные машины, когда она вот здесь внизу, а сверху рака. Я думаю, можно такую поставить, и вот такая вот кухня, такой квадратной формы, вот ниша эта непонятная. Ну, сюда может шкафчик какой-нибудь поставить можно, выключатель, оператор сместить надо будет, наверное, уж на эту стену. Вот, кухню здесь можно буквы Г поставить. Ну, потому что так она, конечно, маленькая получается. Есть, конечно, нормы определенные от, да, значит, варочной поверхности до газового котла должно быть расстояние. Вот, почему они так сделали, непонятно. Газовый котел лучше бы, конечно, было влево сместить, чтобы справа поставить варочную поверхность. Вот. Есть особенность такая, это конденсат появляется вот здесь, хоть и пластиковый, но все равно появляется из-за того, что холодный воздух. Температура, то точка рассылаетесь, вот компрессат. Как это избежать? Вот этот элемент полностью теплоизолировать. Вспененный полиэтилен на клейкой ленте, и потом фольгированным скотчем все это обмотать, и тогда будет все хорошо. А то будет, если будут капельки появляться. В целом, по качеству проблем никаких особо замечаний. Маленькая проблема, когда здесь проходят трубы и щель, здесь надо будет замазать дверцы. И на ложе обнаружены следы цементного раствора. Здесь надо будет убирать. Вот такая картина из окна. Красиво. Окна ходят хорошо, плавно. Лоджия холодная. Но при желании можно и стеклопакеты поставить. Вот. К сожалению, радиаторы здесь эконом-класса. Если их поменять на более теплые, то, ну как более теплые, то есть они более широкие, более толстые, количество секций больше. На газовое отопление, но за газ будет меньше приходить квартплата. То есть за газ будете меньше платить. Эта стена наружная, поэтому здесь радиаторы еще вот расположены вдоль наружной стены. Лучше бы, конечно, их сместить, наверное. Ну, тут и от планировки зависит. В целом, планировка неплохая. На радиаторах, конечно, сэкономили. Окна качественные. Обнаружен вот такой еще недочет. У нас стяжки сделаны вот такие пропилы. И они сделаны, где у нас вот проемы. Но они сделаны не просто так. Происходит напряжение в таких местах, на больших площадях, когда заливают стяжку. Стяжка засыхает, расширяется. И чтобы не было разнонаправленных трещин. Вот, например, в одной из квартир трещина вот так вот шла. Здесь трещина вот так вот она идет тоже. Не совсем ровно. Вот если бы здесь сделали пропилы, трещины не было бы. А когда трещина происходит, то пол поднимается. И вы слышите глухой звук. Здесь более такой звонкий. Потому что здесь идет акдезия стяжки пола. А здесь идет отслогини. И по сути это вот надо взбивать. Вот звонкий такой. Здесь Духой. Подписывайтесь на мой канал. Продолжение следует...